Добрый вечер, это проект в центре в студии Сергея Брага. Нашим коллегам сегодня 15. У Бендерского телевидения юбилей. Прямо с праздника к нам приехала его директор Инна Шишнева. Добрый вечер, Инна. Добрый вечер, Сергей. 15 лет для телевидения это время становления, время возмужания. Как все начиналось? 15-летие, на мой взгляд, всего лишь подростковый возраст. Ну, а было, начиналось все так. Официальной датой создания управления по телевидению, радиовещанию и печати является 19 января 1998 года по решению 22-й сессии 23-го созыва. Хотя на самом деле Бендерская телестудия начала свою работу гораздо раньше, еще в бытность Советского Союза, осенью 1991 года. А телеоператор Бендерского телевидения Валерий Воздвиженский погиб с камерой в руках в первый день военной агрессии со стороны Молдовы 19 июня 1992 года. Ну, за все эти годы я считаю, что телеканал БТВ состоялся. Он обрел свою аудиторию, заслужил популярность среди горожан. Особенно наглядно это проявилось в 2010 году, с момента начала старта целевого проекта ЗАО Интернестерком по цифровизации, когда телеканал БТВ не был включен в цифровой пакет Интернестеркома. Каждый день звонили нам, приходили в госадминистрацию десятки разгневанных горожан, крайне возмущенные этим фактом. Тогда ситуация сложилась очень тревожная, но показательная. Нас смотрят и ценят. И по сей день бытует мнение среди горожан. Если не удается решить какие-то проблемы социально-бытового или иного характера, надо идти на БТВ. Многие приходят и помогаем в меру своих сил и возможностей. Порой просто добрым советом и словами сочувствия. Вообще, наш сегодняшний юбилей – это праздник всех, кто любит свой город, кому небезразлична его судьба, кто дорожит нашим культурным наследием. Другими словами, БТВ – это телеканал о нашем общем прошлом, общем настоящем, строительстве нашего общего будущего. Что касается будущего нашего телеканала, оно во многом зависит от решений руководства республики и города. На нынешнем этапе мы выполняем свои задачи по информированию горожан посредством теле-, радиовещания и печати о политической, экономической, социально-культурной жизни города и республики. Причем за эти годы нам удалось достичь значительных успехов и в плане программно-редакционной деятельности, и в плане технического переоснащения, и в рекламно-коммерческой деятельности. Все это стало возможным благодаря помощи и поддержке администрации президента ПМР, руководства Государственной службы связи, информации и СМИ, Государственной администрации города Бендера и Городского совета народных депутатов. Я пользуюсь случаем от имени нашего учреждения, от имени всех наших сотрудников, выражаю им огромную безмерную благодарность. Потому что без этой помощи, без этой ощутимой для нас поддержки, мы все понимаем, все в рамках возможного, мы понимаем все финансовые трудности на сегодняшний день. Многое не удалось бы осуществить. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Конечно, проблем немало. Конечно, есть недоброжелатели, у которых в корне иное видение решения судьбы БТВ. Сегодня, думаю, говорить об этом не стоит. Сегодня у нас праздник. И я уверяю вас, что несмотря ни на что, на все существующие трудности, мы продолжим работать на благо республики, на благо нашего города до тех пор, пока это позволят наши технические возможности. До конца преданные делу возрождения республики. В вашем спичи все-таки были проблемы, я не могу обойти страной. Я хотел вас спросить, перспективы включения в пакет, я так понимаю, нет на сегодняшний день? Мы вещаем в цифровом пакете Интерднестркома базовый плюс БТВ. На сегодняшний день существует два пакета. Один пакет базовый, его стоимость 19 рублей с копейками, и пакет базовый плюс БТВ, к которому очень легко подключиться. Только по нашему договору между управлением по телевидению, радиовещанию и печати и Интерднестркомом, по договору, заключенному между нами, это могут сделать только жители, проживающие на территории города Бендеры, сел Гиска и Протягайловка. Ну а если мне интересно, как живет город? Для тех, к сожалению, на сегодняшний день есть трудности с подключением всех абонентов Интерднестркома. Подключают лишь вот эту категорию зрителей, которую я назвала. Сделать это очень просто. Нужно позвонить по телефону 1188. Начинает говорить автоответчик. Далее нажимаем ноль. И с вами связывается живой оператор. Выражаете свое желание, что вы хотели бы подключиться к пакету базовый плюс БТВ. В Террасполе тоже можно его смотреть? Нет. Мы вещаем на сегодняшний день в открытом доступе, это в дециметровом диапазоне, в пакете Интерднестркома базовый плюс БТВ и в пакете народного телевидения. Нас в открытом доступе видят зрители и Одесской области близлежащей, и регионы Молдовы, и села близлежащие Приднестровские. Достаточно обширный круг зрителей. Совсем недавно у вас появился сайт, и уже на сайте в гостевой спрашивают про онлайн-трансляцию. Вещание в режиме онлайн у нас на сегодняшний день рассматривается. К сожалению, по техническим возможностям, или, скорее всего, невозможностям, в ближайшее время, скорее всего, этот вид вещания нам не покорится. Но думаю, что спустя, наверное, полгода все-таки мы сможем вещать в режиме онлайн. Как вам удается удерживать аудиторию? И какова аудитория сегодня канала БТВ? У нас достаточно обширная аудитория. Буквально от двухлетнего возраста, детская категория, до без границ, могу сказать. Мы стараемся охватить все категории населения. Это и передачи информационного и аналитического характера, это и передачи познавательные, и развлекательные. Вот буквально совсем недавно у нас появилась новая передача «Утреннее настроение». Мы, наконец-то, заполнили вот эту развлекательно-информационную нишу. Мы стараемся подобрать репертуарный перечень таким образом, чтобы наши программы, это и художественные фильмы, информационные наши выпуски, и документальные фильмы, и детские развлекательные передачи, были интересны всем категориям зрителей. Очень много у нас документальных фильмов познавательной направленности, развивающей направленности. Часто мы достаточно показываем передачи точно так же для детской категории населения познавательной, развивающей направленности. Домик над буквой «Б» в вашем логотипе на сайте. Что это означает? Ну, стилизованная крыша домика – это вот перед Новым годом буквально мы хотели сменить наш логотип и долго думали, какой же логотип придумать. Разные варианты предлагались. Этот одобрили всем коллективом причем. Почему именно крыша домика? Потому что мы хотим быть родными, узнаваемыми в каждой бендерской семье, в каждом доме. Вот этот домик – это символ нашего телеканала, как добрый друг, как член семьи своего рода. Поэтому мы и решили принять вот этот за основу. Может быть, он несколько не отвечает всем нормам и стандартам, принятым в мировом сообществе. Но вот нам он очень понравился. Традиционный вопрос – планы и перспективы. Планов, как говорится, громадьё. У нас готовятся проекты. Ну, конечно, это не в ближайшем будущем, наверное, это чуть позже. Но, может быть, удастся реализовать. Тематические передачи. Мы хотели бы выпустить передачи. Передачи советы о здоровье. Передачи советы о юридической помощи нашим жителям. Передачи самобытные, фольклорные. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас появилась таки передача. Молдавская национальная, фольклорная. У нас уже есть одна передача, но она музыкального характера. Но всё-таки хотелось рассказать людям об истоках, о наших корнях, о нашей самобытности, о нашем фольклоре, о замечательных людях и традициях, которые до сих пор живут в нашем городе и республике. Легко ли быть директором телевидения? Нет. Нелегко. Это очень непросто. Ну, вам нравится ваша работа? В силу своего возраста у меня достаточно небольшой опыт работы в этой области. Но могу сказать, что это очень непросто. Здесь нужно иметь и сильный характер, и волю, и самообладание в нужные моменты. Стиль руководства, наверное, где-то либерально-демократический. Мне очень важно мнение коллектива, очень ценно. Мы советуемся по многим вопросам. И не скажу, что всегда, но часто, в общем-то, превалирует где-то желание коллектива, решение каких-то вопросов. Инна, мы ещё раз поздравляем вас с юбилеем, желаем вам успехов, творческого горения и всего самого-самого-самого. Спасибо вам огромное. И вам того же. Это был проект «В центре», в студии работал Сергей Брага. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова